Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Агро-час». Сегодня у нас в студии заместитель министра сельского хозяйства Республики Марина Загребаева. Марина Анатольевна, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Марина Анатольевна, в разгаре сезон большого молока. Но для сельхозтоваропроизводителей это одна из самых серьезных проблем на протяжении нескольких последних лет. Закупочные цены на сырье в этот период, они снижаются, ощутимо снижаются, что, в общем, не может не огорчать производителей молока. Какие меры есть в арсенале правительства Республики и, в частности, Министерства сельского хозяйства для того, чтобы как-то, ну, не знаю, восстановить справедливость, поддержать производителей? Ну, я бы хотела сказать, что у нас сельхозтоваропроизводители есть предприятия и крестьянские фирмские хозяйства, и у них есть возможность получать ежегодно в течение всего года поддержку на реализованное молоко на каждый литр. Это поддержка работает не первый год. В этом году у нас принято решение в Республике будет выплачиваться субсидия на каждую корову в личном подсобном хозяйстве. Ранее этой поддержки не было. И предусматривается поддержка на каждую корову, имеющуюся в хозяйстве населения, в зависимости от того, какой поголовье имеют граждане. То есть речь идет сейчас о единовременной выплате, которую получат все держатели коров в личных подсобных хозяйствах? Совершенно верно. На каждую корову предусмотрена поддержка, дифференцированный подход в зависимости от того, какое количество поголовья в личном подсобном хозяйстве. Сколько в Республике в данный момент личных подсобных хозяйств? 222 тысячи личных подсобных хозяйств. Примерно около 40 тысяч личных подсобных хозяйств сегодня держат коров. И вот каков объем в общем производстве молочного сырья приходится на их долю? Сегодня в целом по Республике каждый второй литр мы надаиваем в хозяйствах населения. То есть вопрос более чем актуальный? Объемный. И это мы считаем одной из сильных сторон, что у нас большая доля в ЛПХ. Если это, например, назвать по России, это где-то около 42% приходится в среднем по России на долю населения поголовья коров. В ПФО это около 39%. Чувашская Республика по ПФО занимает второе место после Саратовской области. У нас где-то в среднем 62-63% поголовья коров приходится на личные подсобные хозяйства граждан. И это, в общем, несмотря на общероссийскую тенденцию снижения поголовья в личных подсобных хозяйствах, которые наблюдаются в несколько последних лет? Совершенно верно. То есть мы все-таки как-то держимся на таком хорошем уровне? Чувашский народ родолюбив, деревня Кседа, Чувашский хмель и работа. Сколько составит выплата на одну корову? Если в хозяйстве одна корова, то выплата составит 2300. Если две коровы, то на каждую корову по 3300. Если три коровы и больше, то на каждую корову 4300. Где количество, после которого личное подсобное хозяйство переходит уже фермерское? То есть до скольки коров можно? Сегодня законодательно такого ограничения нет. То есть если это личное подсобное хозяйство по документам, то неважно, какое количество коров. Гражданин добровольно регистрирует себя как крестьянское фермерское хозяйство. Все понятно. Из каких показателей, из каких критериев Вы исходили, рассчитывая именно вот эти суммы? 2300, 3300, 4300? Потому что на первый взгляд, если учесть, что это единовременная выплата за сезон, то есть как минимум мая, июня, июля, август. В основе всегда лежат анализы цифры. У нас в среднем примерно цена с апреля по май, конец марта, просела в среднем от 2 до 3 рублей. Вот мы примерно понимали, что в период большого молока снижение приходится примерно по 2,5 рубля на литр. Если понимать, что с каждой коровы надаивают примерно по 15 литров, и когда одна корова, то понятно, что часть населения оставляет молоко себе, остальная часть сдается, допустим, 10 литров, то за 90 дней это будет 900 литров. Вот на 2,5 рубля умножаем, примерно получаем 2,250, ну, 2,300 в среднем. Там, где коров больше, понятно, что все молоко, там 15 литров и более, оно сдается сборщикам молока. Здесь уже ставки выше. Ну, и там, где 3 коровы и выше, там понятно, что и трудоемкость другая, и понятно, что и ставка выше. А если, вот, к примеру, корова дает, ну, не 15 литров, а 20 и больше, корова-рекордсменки, то это как-то будет учитываться? В данной форме поддержки нет, она идентична для всех. Но если граждане готовы серьезно заняться сельским хозяйством, допустим, заявить себя как фермеры, они могут вот хоть сегодня подать бизнес-план, у нас как раз сейчас идет конкурсный отбор, заявки принимаются, прием заявок до 21 июня на агростартап. Это направление стартовало в рамках национального проекта поддержка агропредпринимательства. Граждане, еще не зарегистрировавшись как крестьянско-фермерское хозяйство, подают заявку в Минсельхоз, проходят конкурсный отбор, и в случае, если они победили, обязаны в течение месяца зарегистрироваться как крестьянско-фермерское хозяйство. Но и здесь уже доступ ко всем видам господдержки более широкий. Здесь можно получить компенсацию и на приобретение техники, и на приобретение скота, и на погектарную компенсацию при посеве зерновых и кормовых культур и так далее. То есть все виды? Все виды господдержки. Полноценно, как любое предприятие. Давайте пока все-таки вернемся к личным подсобным хозяйствам. Куда и в какие сроки нужно обратиться для того, чтобы получить выплату? Прием заявок мы начинаем в июне, и первые выплаты планируем начать до 1 июля. Эта поддержка предусмотрена в 2020 году. Заявки будут приниматься до конца года. И если вдруг возникает такая ситуация, что кого-то нет на месте, и не может хозяин ЛПХ подать заявку, то в этом случае у них это право есть. Попозже приехали, в сентябре, в октябре. Ну вот, кстати, например, даже телезрители спрашивают. В похозяйственной книге записано несколько членов семьи. Кто из них может обратиться за субсидием? Вот вы упомянули хозяина. У нас похозяйственная книга имеет определенное правило. Утверждены приказами на сельхозы России. Там четко сказано, тот, кто первый записан в похозяйственной книге, является главой личного подсобного хозяйства. Если в данный момент глава личного подсобного хозяйства находится за пределами республики, не может до осени подать заявление на субсидию? Он может это сделать в первые дни зимы до конца года. То есть и осенью, и зимой? Да. Но вообще, если вдруг встал вопрос о смене главы КФХ, такая процедура тоже предусмотрена, и главы поселения об этом знают. Просто вносятся изменения в запись, зачеркивается предыдущая, выше делается запись. То есть по решению личного подсобного хозяйства членов проживающих там принимается решение, кто будет главой КФХ. То есть эта смена может происходить по их решению. Какие документы нужно предоставить? На получение субсидии? Да. Только заявление. Это формализованный документ. До глав поселения он довезен. Этот документ размещен и на нашем сайте, и на сайте правительства Чувашской республики. Форма строго обязательно. Там есть все реквизиты. И в принципе несет это заявление признаки соглашения. Больше других документов никаких заключаться с гражданами не будет. Очень важно аккуратно заполнить все реквизиты, чтобы не было проблем с перечислением. Гражданину просто нужно дойти до администрации поселения, подать, заполнить это заявление, оставить его там. Дальше уже глава поселения заполняет, делают отметку, что корова была на 1 апреля. Есть в момент обращения, и уже главы поселения передадут документы специалистам инсельхоза Чуваши в районах администрации. Хороший момент. Если на момент подачи заявления в хозяйстве числятся 5 коров, выплату получили, условно говоря, в июне, в июле или, я не знаю, в августе, а к сентябре уже не осталось ни одной. Когда гражданин заполняет заявление, он берет на себя обязательства. Вообще все виды господдержки требуют соблюдения правил, и мы работаем на результат. Результат стоит для этой формы поддержки сохранение стада в хозяйствах населения. Если вдруг коровы не осталось, то все деньги в полном объеме будут возвращены. Было 4 коровы, 3 коровы выпало, нет их по факту на 1 января, значит, по 3 коровам, которые выпали, возврат средств. Единственное исключение может быть, допустим, падеж, выбыть каким-то признаком ветеринарным, в этом случае прикладываются уже ветеринарные документы. Акт скрытия, и в этом случае не изыскивается господдержка обратно. Кстати, вот о ветеринарных документах, они обязательны при подаче заявления на выплату? При подаче заявления граждане, я уже говорила, только заполняют заявление. Дальше наш специалист в районной администрации, специалист на сельхоза, делает уже межведомственный запрос в ветеринарную службу. Ветеринарные работники делают отметку, в каких ЛПХ был проведен ветеринарный надзор за корову, прививки в обмене сделаны, ветеринарное наблюдение. При подтверждении централизован, дальше документы поступают в сельхоз, и мы делаем перечисления. То есть никаких специальных документов прикладывать не нужно, но корова должна стоять на ветеринарном учете? Ну, мы за здоровый скот. В заявлении должен быть указан номер счета. Является ли номер банковской карты одновременным номером счета, куда вы будете перечислять эти средства? Это разные вещи. Когда граждане оформляют банковскую карту, им выдаются документы. В этих документах есть номер счета. Это первый вариант. Второй вариант – зайти на онлайн-ресурсы и там узнать номер своего счета. Ну и третий вариант – это уже сам банк, съездить в банк. Мы, конечно, против, чтобы было массовое перемещение, и вся система была выстроена, чтобы минимизировать движение населения. Мы понимаем, что в сегодняшних условиях нужно себя беречь. Ну, я думаю, здесь на помощь могут прийти родственники молодые, соседи, друг другу помогут. Любая господдержка имеет целью достижения конкретного результата. Вот для этой субсидии конкретный результат, что увеличение поголовья, количество производимого молочного сырья. Основным и единственным показателем является сохранение поголовья на 1 января. То есть корова, на которую получена субсидия, на 1 января должна быть. В России где-то уже существует такая практика? То есть вы изучали опыт других регионов или это наше ноу-хау? Ну, опыт вообще предоставления господдержки ЛПХ, он уникален. И мы изучали опыт соседей. Вот, например, из 14 субъектов ПФО есть в Татарстане такая форма поддержки. В других субъектах мы не увидели, но, может быть, и есть, просто не попалось. Но я считаю, что это один из уникальных механизмов для поддержания селян. То есть и актуальны, в первую очередь, для регионов, где большое количество личных подсобных хозяйств. И сегодня, в сегодняшней ситуации, для регионов, где большое количество коров в ЛПХ. Мы уже вскользь упомянули, но все-таки хотелось бы еще раз услышать, что будет, если количество поголовья все-таки сократится, несмотря на это все. Ну, обстоятельства бывают разные. Если человек, зная, что корова должна быть сохранена, то и коровы нет на отчетную дату, то, конечно, в этом случае идет взыскание всей суммы. Гражданин обязан вернуть ту сумму, которую получил на данную корову. Если вдруг происходят какие-то обстоятельства, связанные, например, с ветеринарными проблемами, необходимо по каким-то болезням скот ликвидировать, то в этом случае человек освобождается от возврата этой суммы. Необходимы документы, подтверждающие о том, что акт выбытия животных, который оформляют ветеринары. Марина Анатольевна, мне бы хотелось еще обсудить с вами вот такой вопрос. Буквально на днях временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев сделал заявление, объявил о том, что в честь столетия Чувашской автономии все сельские поселения Чуваши получат по 100 тысяч рублей. На дальнейшее благоустройство и на развитие территорий. Я понимаю, что сумма – это не просто символичная. Как рассчитываются объемы средств районам и городам на реализацию проектов благоустройства и развития территории? Всем населенным пунктам в сельской местности, деревни, села предусмотрено по 100 тысяч, независимо от того, два двора, 25 или 500 дворов. Для жителей малых городов, таких как Морпосад, Козловка, Ядрин, Цивильск, для больших городов Чебоксара, Новочебоксарск, Канаж, Шумерля, АллатРь, расчет делался в зависимости от численности проживающих граждан в этих городах. И в целом на это мероприятие будет направлено порядка 300 миллионов рублей. О каких проектах в первую очередь идет речь? Вот на что конкретно выдаются деньги? На встрече временно исполняющего обязанности главы Чувашской республики Николаева Олега Алексеевича с главами поселений, старостами деревень, с руководителями ТОСов, был поднят вопрос о том, что в год-столетие хотелось бы как-то закрепить это событие. Поднималось много вопросов, предложений обсуждать. Да, был вопрос, например, об установлении стел, или строительство детских площадок, или какой-то парковой территории. И было принято руководством республики решение, что действительно 100 тысяч – это на каждую деревню, как я уже говорила, для городов в зависимости от количества жителей. Граждане сами определяют, что бы они хотели видеть на своей территории. Но вот классические такие предложения были – это установление стелы, памятность стелы. Не знаю, может быть, в деревне будет закреплено, что стел установлено в год-столетие, и будет, может быть, год основания деревни. Тоже исторически интересно. Ну или, например, как вы сказали, новый парк. Вот я сразу же вспомнила, да, в Чебоксарах. Парк имени 500-летия Чебоксар. Да, может быть, это будет какая-то парковая территория в деревне. Вообще, в последнее время мы привыкли, что средства на развитие вот таких вот, на реализацию таких проектов, они выдаются при условии участия самого населения. То есть это вот инициативное бюджетирование, которое у нас работает, ну, несколько лет и достаточно активно. В этом случае есть такие же условия софинансирования от местных бюджетов, от самих граждан? 100% это мероприятие будет финансироваться за счет средств республики. Участие денег граждан и местных бюджетов не предусмотрено. Ну, если вдруг захотят что-то еще свое добавить. Инициатива поддерживается. Не возбраняется. Сам механизм финансирования по этим мероприятиям предусматривает два этапа. На первом этапе граждане голосуют, определяются, из каких проектов приоритет на какой проект они хотели бы реализовать. А уже на втором этапе мы здесь на уровне медсельхоза оцениваем все проекты и дальше идет финансирование. А когда должны быть начаты работы по реализации проектов? Ну, как только проходит отбор на муниципальном уровне, мы примерно планируем в первой декаде июля просмотреть все проекты. И уже к середине июля мы готовы перечислить средства местного бюджета. До конца года все проекты должны быть реализованы. А вот, допустим, можно перераспределять средства в пределах одного сельского поселения? Если вы сказали, что, допустим, в одной деревне 10 дворов, в другой 50, в третьей 150. Нет, это принципиальная позиция. На каждую деревню, на каждое село 100 тысяч, независимо от того, сколько граждан проживает. Сроки какие-то установлены, допустим, как какая-то отчетность предусмотрена или это просто такой подарок? Ну, реализация любых проектов и бюджетные деньги не любят отчеты. Конечно, что по итогам года администрация муниципальных районов отчитается об освоении средств и об остроенных проектах. То есть на следующую весну, условно говоря, перенести нельзя будет? Нет, здесь все проекты реализуются в рамках этого финансового года до 31 декабря. Ну что ж, спасибо вам большое. И напомню, что сегодня нашей собеседницей была заместитель министра сельского хозяйства Чувашия Марина Загрибаева. Всего доброго, спасибо за внимание и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова